Доброе утро! Ежегодно от неинфекционных заболеваний в мире умирает 38 миллионов человек. О том, какие это патологии, как их лечить и главное, какая проводится профилактика этих болезней. Тема сегодняшнего разговора с директором Государственного научно-исследовательского центра профилактической медицины, главным внештатным специалистом по медицинской профилактике Минздрава России Сергеем Бойцовым. Сергей Анатольевич, доброе утро! Доброе утро! О каких патологиях прежде всего идет речь, когда мы говорим о неинфекционных заболеваниях? Ну, мы в таких случаях имеем 4 группы заболеваний в виду. Во-первых, это сердечно-сосудистые заболевания, онкологические болезни, хроническая обструктивная болезнь легких и сахарный диабет. Это те болезни, которые в большинстве стран мира являются основной причиной смерти в настоящее время. Сергей Анатольевич, и все-таки что ведет к развитию неинфекционных заболеваний? Очень простые вещи являются первопричинами развития этих неинфекционных заболеваний, те, что связаны с нездоровым образом жизни. Главным образом это, конечно, курение, это злоупотребление алкоголем, нерациональное, так сказать, питание, которое, по сути дела, представляет из себя потребление избыточного количества пищи, причем она высококалорийная, с большим количеством животного жира, соли и свободного сахара. Скажите, а помимо отказа от вредных привычек, что еще необходимо предпринять человеку в качестве мер профилактики? Надо своевременно эти факторы риска выявить, если, не дай бог, они у вас появились. Лучше всего, конечно, их предупредить, зная о возможном их развитии. Но если уж, собственно говоря, они появились, то их надо выявить, и это сделать можно в рамках так называемой диспансеризации или посещения центра здоровья. Кроме выявления факторов риска, конечно, мы можем выявить и сами болезни. Чем раньше мы их выявим, тем с большей вероятностью, с большим успехом мы возьмем их под контроль. Сергей Анатольевич, насколько мне известно, в России удалось добиться значительных успехов в борьбе с неинфекционными заболеваниями. А у вас есть понимание, за счет чего это? Увышение уровня жизни населения – это, наверное, причина номер один. Ну, а далее тоже не менее две значимые группы причин. В первую очередь, это курение среди мужчин снизилось, распространилось примерно на 30%. Нельзя не отметить, что снизилось погубное потребление алкоголя. Количество смертей, связанных с злоупотреблением алкоголя, уменьшилось примерно на треть. Ну и третья группа причин, которую нельзя не отметить, это, конечно, повышение доступности к качеству медицинской помощи. Это непосредственно то, чем Минздрав занимался, очень плотно в течение фактически более чем 20 лет. Сергей Анатольевич, большое вам спасибо, что сегодня и для наших телезрителей подняли уровень знаний, рассказали, что такое инфекционные заболевания, а главное, напомнили о мерах профилактики. Пожелаем всем крепкого здоровья. Всем крепкого здоровья. Спасибо. Более подробную информацию о здоровом образе жизни вы можете найти на сайте такздорова.ру. Вот такие дела. С вами был Павел Давыдов. Не болейте.